тогда переходим друзья дальше дальше к непосредственно к самой методике 4 кита плюс по обладению английской устной речи в чем она заключается как вы считаете сколько времен в английском языке 3 16 не скажет так может кто-то какое-то другое число назовет но на самом деле да считается по официальной грамматике что из 16 но я в рамках моей методики говорю что это чушь никаких их не 16 их всего три и они перед вами всегда же не надо и даже не надо как-то там называть там present past future забивать какими-то терминами голову вот у нас в рамках этой методики есть желтый цвет прошедшее время я зеленый цвет настоящая вечно зеленая да и есть голубой синий цвет это будущее время то есть вариации будущего они безбрежны как океан как небеса ну и по цветам радуги все логично укладывается до соответственно мы обычно говорим давайте скажем желтом давайте скажем зеленым давайте скажем там в голубом и так далее то есть первый принцип методики это не загружать свою голову терминами которые туда не должны попадать ну как ребенком вы рождаетесь в семье русской да никто же вам не говорит там вот это прошедшее время это будущее вы просто впитываете язык как он есть уже в пятилетнем шестилетнем возрасте начинаете говорить на нем вполне себе подобающе соответственно то что называют дальше временами там 16 временами и так далее и я называю четырьмя китами четырьмя китами в чем они заключаются вот половинка первого кита первый кит это кит значит сэмпл называется значит половинка первого кита это определение сэмпл то есть определение простое и вторая половинка сэмпл это действие простое То есть есть определение простое, есть действие простое. Как вы заметили, есть и в том и в том ките эти же самые три цвета. Желтый, зеленый, голубой. Дальше второй кит называется Continuous. То есть действие в процессе, когда действие тянется в процессе. Дальше третий кит это Perfect, когда что-то совершенное к моменту. То есть это определение действия в результате. Еще раз, давайте вернемся. Значит, определение простое, действие простое. Дальше действие в процессе, дальше действие в результате, когда совершенное. И четвертый кит это Perfect Continuous. Действие с какого-то момента и до сих пор. Несмотря на самое его длинное название, это самый простой кит, самый легкий. Еще и потому, что мы его проходим только в зеленом. Просто потому, что в повседневной речи вам в остальных цветах не надо это знать. Даже в книгах это редко, когда встречается. То есть вам надо знать только в зеленом цвете, как говорить в этом ките. А в зеленом цвете это всегда что-то происходящее с какого-то момента и до сих пор. Например, мы живем здесь уже 60 лет. Мы живем там в Питере с такого-то года. То есть с момента и до сих пор. Вот четыре кита. В каждом по три цвета. И сейчас я предлагаю вам попрактиковаться вот в этом ките. Определение простое. У нас есть ряд местоимений. Я, он, она, оно. Ты, вы, мы, они. Соответственно. И вы можете заметить, что to be. Здесь всем управляет to be. To be or not to be. Быть или не быть. Соответственно, мы четко можем определить. Это быть или делать. Делать это не быть. Быть это не делать. Надо понимать. Быть это определение. Это, это, ну, как бы не действие. Несмотря на то, что to be называется глаголом, я его к глаголам не отношу. Я говорю, что это, это быть, это бытие. Это не действие. Вот быть в каком-то состоянии, это просто быть в нем. Да, не надо ничего для этого делать. Соответственно, и значок, заметьте, а равно б, да. А из б. И, во-первых, потому что по-английски равно говорится is, то есть является. И, во-вторых, потому что сам кит определения подразумевает, что мы определяем что-то, сравниваем всегда. Ну, например, он был канадцем, да. То есть он равнялся, как бы, канадскому гражданству. Там, она будет в университете. Соответственно, мы, как бы, говорим, она будет равняться местоположению университета. Ну, то есть дословно по-английски. И, заметьте, что здесь всем управляет такая цветовая частица to be, которая в зависимости от того, с каким местоимением стоит рядом и в каком цвете, она превращается там в was или were в желтом цвете, да, или am is are в зеленом цвете и will be в голубом цвете, соответственно. Вот, здесь мы просто запомним, что со всеми множественными you, we, they мы говорим were, да, you were, they were, we were и так далее. В зеленом мы говорим are. Но все это to be. То есть to be надевает разные одежки в зависимости от цвета, в зависимости от местоимения. Это пока понятно? Соответственно, если нам надо сказать, мы были дизайнерами, кто скажет? We were designers, да. Она была счастлива. She was happy. Отлично. Я, значит, в университете. I'm at university, да. Например, нам будет 43 года. It will be easy, да. То, что в английском мы начинаем с будет, в русском, простите, начинаем с будет, в английском надо сначала it вначале поставить, потом уже все остальное. Теперь давайте посмотрим, как мы задаем вопросы. Был ли он канадцем, да. Для того, чтобы задать этот вопрос, да или нет, мы просто выносим цветовую частицу наперед и все. Что у нас получается? Был ли он канадцем? Was he Canadian? Хорошо. Там интонация, конечно, есть специфическая. Счастлива ли она? Вопрос такой. Is she happy? Is she happy? Хорошо. Значит, будет ли он дизайнером? Заметьте, что мы наперед выносим только will. Will he be designer? Замечательно. Ну вот вы уже и ориентируетесь в ките определения simple, да. Теперь я предлагаю вам попрактиковаться непосредственно с... Ну, пойти дальше. Так, это у нас... Да. Заметьте, что когда мы говорим, что где-то что-то есть, ну, например, на столе есть телефон, да, то мы всегда должны начать с there. То есть телефон как будет мобильный? Cell phone. Cell phone, либо mobile phone, да, ну, там британский, американский. Вот. Значит, на столе есть сотовый, как мы скажем? Да, there is a cell phone on the table. Хорошо, на столе есть книжка, как мы скажем? On the table. Хорошо. В комнате есть компьютер. There is a computer in the room. То есть все, что мы говорим, где-то что-то есть, даже если прыщ на лице есть, мы говорим there is. Вот. Везде there is, there are. Если, например, там на диване был мяч, как мы скажем? Диван как будет? Sofa, мяч, ball. На диване был мяч. Ну, как кто здесь скажет? На диване был мяч. Обратите внимание, какой цвет? На диване был мяч, это какой цвет? Желтый цвет. И мы сразу в голове, так, это значит, was, да? То есть мяч, это единственное число. Как мы скажем? На диване был мяч. The ball was on the sofa. Да, это вы сейчас говорите, мяч был на диване. То есть какой-то конкретный мяч был на диване. А мы сейчас конкретику не даем, мы говорим, на диване был какой-то мяч. Тогда мы начинать должны с there. There was a ball on the sofa, да? Например, в комнате будет стол. Какой цвет? Голубой, как мы скажем? В комнате будет стол. There will be a table in the room. То есть is мы уже не употребляем, потому что это голубой цвет. Хорошо. Теперь, когда мы говорим про состояние, мы уже должны начинать с it. Состояние – это все температурные, эмоциональные. Ну, например, если мы по-русски говорим, ну, грустно, например, да? Как будет по-английски грустно? А? Sad. Это мы по-русски можем сказать, ну, что-то грустно, да? А по-английски как мы скажем? Начинаем. Смотрите, с чего. Было холодно, давайте скажем по-английски. Желтый цвет. It was cold, да? Будет жарко. It will be hot, да? Какие состояния еще можно... Значит... Ну, вы поняли, что любые состояния, да? Мы сейчас попрактикуемся просто вот уже на описании. Давайте этой комнаты. Вот как раз ковер, ковер вот этот. Как у нас? Ну-ка, помните? Cover – это покрытие по-английски, да? Rug, да? Вот. Rug. Гарь, рак, олень там гуляет, помните, да? Ну, вот. Значит, в комнате был ковер, скажем. There was a rug. There was a rug in the room. Хорошо. А картина как будет, которая красками нарисовали? Painting. Picture. Painting. Picture – это любая картина, а painting – именно та, которая красками. Вот давайте вот здесь, скажем, в комнате много картин. Много как будет? Много. Много. Да. The raw. Many. Many. Paintings in the room. Отлично. Ну, что здесь можно сказать? Окно. Как будет окно? Window. В комнате будет окно, давайте скажем. There will be. There will be, да? A window in the room. Растение как будет? Plant. Давайте спросим, есть ли растение в комнате? Is there. Is there. There will be. There will be. Is there. Да, просто меняем местами. Is there a plant in the room? Хорошо. Давайте опишем теперь состояние какие-то, да? Ну, например, туманно. Значит, туманно, можно сказать, вот четвертый номер, Hazy. Видите слово Hazy? Картинка четвертая. Туманно. Как мы скажем туманно сейчас? It's hazy. А вот седьмое, ветрено. Было ветрено, как мы скажем? It was windy. It was windy. Как? Было ветрено. Ну, состояние, начинаем с чего? It was windy. Windy. Все, очень просто. It was windy. Давайте опишем вот эту картинку. У вас есть ряд слов, ряд состояний. Давайте по руке. Поднимайте руку, кто хочет сказать, и опишем, что есть. Ну, например, на картинке есть карты, да? Как мы скажем? На картинке есть карты. Смотрите, на картинке мы поставим в самый конец. То есть мы начнем по-любому с чего? С there. Потом. There are cards. In the picture. Да, in the picture. Это на картинке. Так. На картинке темно, как мы скажем. Состояние. С чего начинаем? It is dark. It is dark. In the picture. Отлично. На картинке прохладно. It is cold. Хорошо. Чили. Здесь только. Чили. In the picture. На картинке было ветрено, давайте скажем. In the picture. Хорошо. На картинке будет завораживающе. Charming. It will be charming. Charming. It will be charming. Так. Отлично. It will be charming in the picture. Ну, на картинке будет особняк, например. А вот здесь внимательнее. Это состояние или где-то что-то есть? Это что-то есть. Вот. А цвет какой? На картинке будет? Будет будущее голубого. Колубой цвет, да? Как скажем? There will be. There will be. A mention in the picture. Хорошо. Будет ли на картинке ящерица? Ну-ка, такой вопрос зададим. Lizard. Will there be a lizard in the picture? Да. Ну, Борис у нас ас в английском. Так. А давайте зададим вопрос еще. Будет ли на картинке кролик? Rabbit. Вот где-то что-то есть? Всегда что там должно быть? Какое слово? It is. Это состояние. Какое слово? Где-то что-то есть, когда мы говорим. На столе есть сотовые там еще. There всегда должно быть, да? Будет ли на картинке кролик? Как мы спросим? Погромче, пожалуйста. Если вы говорите, погромче. Вперед выносим только will. Что получается? Will there be a rabbit in the picture? Хорошо, да. Все остается на месте, только will. Will выносим вперед. Так, давайте попрактикуемся здесь. Соломинка, да? Стро. Соломинка в стакане. В стакане соломинка есть. Как мы скажем? Стро. Соломинка. There is a straw in the cup. Хорошо. На улице у нас будет outside. Давайте скажем, на улице есть белка. Squirrel – это белка. На улице есть белка. Значит, белка есть на улице? There is a squirrel outside. Хорошо. А если на улице... Так, вот a guy – парень, да? Есть ли на улице парень? Как еще раз? Is the guy outside? Да, только не there, а there, да? Is there a guy outside? Хорошо. На улице снежно. На улице будет солнечно. It will be... Только не забываем be, да? Поставить. It will be sunny outside. На улице было безветрено. Windless. Отлично. Ну, вот мы с вами и попрактиковались уже в рамках кита. Значит, еще раз вам покажу. Определение simple, то есть определение простое. И вы уже достаточно себе... Кто раньше вот, ну, как бы не мог этого говорить, а сейчас вы легко разобрались? Может, чтобы я понимал. Поднимите руки. Сейчас вам стало понятно? Ну, мне вот эта схема очень сложно так положиться, понятно. В хорошем отличии, а мне нужно еще чуть-чуть посидеть с ней. Конечно, посидеть. Цвета, 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 облегчают. Да. Да. Цвета делают бесценную работу в занесении в подсознание этих структур. И мы, конечно, в рамках курса целый месяц, это 12 занятий, оттачиваем с разных граней именно вот этот кит. То есть все, что взаимодействует с to be. И, соответственно, мы не переходим ни к одному глаголу вот из следующего кита, который там идет, до тех пор, пока не отточим на устной практике все это. Соответственно, все занятия у нас так проходят, что вы ничего не пишете, не читаете, вы только говорите, говорите, говорите. То есть целый час занятия мы говорим и говорим. Ну, именно вы, я молчу вообще. То есть вот эти таблицы, да? Да, потому что обычно, вот вернусь к опыту преподавания в центрах, обычно, как правило, говорит преподаватель, да? Ученик всегда что-то пишет там или читает что-то тупое. И говорите, говорите. Нет, я это переверну. То есть я сижу, молчу, вы говорите целый час, потом с уставшим ртом уходите. Соответственно, идет очень мощная проработка устной речи именно. Дальше я предлагаю, друзья, попробовать вам, ну, вообще ощутить, каково это мыслить по-английски, даже если вы на нем не говорите на этом языке. То есть мыслить, но мыслить пока что в рамках русского языка. Для этого надо просто проделать три шага. Три шага к успеху в английском языке. Это, первое, определить цвет. У нас есть желтый, зеленый, голубой. И есть еще желто в зеленом. Желто-зеленый цвет – это такой кит, вот perfect, есть у вас там, да, видите, perfect. Значит, именно желто-зеленый цвет. Когда что-то вы сделали, но время еще не закончилось. Например, сегодня еще не закончилось, а мы уже там пообедали, да. Я сегодня пообедал – это желто-зеленый цвет. Там я прочитал в этом году книжку. Я это уже сделал, год не закончился, да. То есть я сделал – это желтый, год не закончился – это зеленый. То есть в настоящем продолжается, да. Вот. В остальном это просто три цвета. Второй шаг – это понять, быть это или делать. То есть это to be или какое-то реальное действие. Ну, то есть я в комнате нахожусь или я, например, что-то рассказываю. Рассказываю – это что делаю, это действие, да. То есть быть или делать. Быть – это не делать, делать – это не быть. Надо понимать. А третий шаг – это просто понять, какой это кит. То есть есть simple – это простой, соответственно, да, кит, в котором мы говорим, там, там, что-то постоянно, часто происходит, периодично. Есть continuous, когда в процессе тянется, например, я именно сейчас что-то делаю, я сейчас рассказываю – это continuous. Или там в такой-то момент, ну, вчера в шесть часов вечера мы ехали в кино, да. То есть действие тянулось в какое-то конкретное время, это continuous, то есть это продолжительность. Perfect – это всегда свершившееся к какому-то моменту. К шести часам мы приехали, к девяти мы приедем, там, к марту мы сделаем этот проект, закончим, да. То есть к какому-то времени что-то есть результат у нас. И perfect continuous – это с момента и до сих пор. Помните с момента и до сих пор? То есть, ну, например, мы с вами здесь беседуем уже, там, два часа, да. Или там мы с вами беседуем с половины восьмого. То есть есть момент – точка отсчета и есть продолжающееся сейчас что-то, да. Вот я вам сейчас буду говорить на русском, а вы эти три шага проделайте. Например, мы строим дома у моря. Первый шаг. Какой цвет? Зеленый. Быть, делать? Делать. Делать. Кит какой? А вот здесь надо подумать о контексте, да. То есть мы только сейчас или какое-то короткое время строим? Или вообще обычно этим занимаемся, да? То есть если сейчас конкретно это continuous – временное действие, если обычно, периодичность – это simple, соответственно. Хорошо, следующий пример. Когда он вошел, она пила сок. Вот она пила сок. Давайте разберем по трем шагам. Она пила сок. Какой это цвет? Желтый цвет, да? Пила. Второе – это быть или делать? Делать. Делать? Что делать? Пить, да? Слушайте, а пила вот здесь вы как прошлое рассматриваете, а не как? Вот этот перспект нет. Она пила сок. А вот теперь мы подойдем к киту, да, в третьем шаге. Это какой кит? Когда он вошел, она пила сок. Это continuous, да? То есть на момент, когда он вошел, она продолжала это действие, продолжала и продолжала. Это continuous, соответственно. Но все это в желтом цвете, то есть все это в прошедшем, да? Хорошо. Они играют на скрипке с трех лет. Зеленая. Быть, сделать? Делать. Делать. И какой кит? Perfect continuous. Perfect continuous, отлично. То есть есть точка отчета и до сих пор они этим занимаются, да? Хорошо. Мы будем у тебя к шести. Голубой, делать, будет. Так, подключайте здесь. Символ. Голубой, делать и какой кит? А, сервис, да? К, да. К, это значит perfect. Почему делать? Да, почему делать и не быть? Уже будем? А, да. Это быть, конечно же. То есть мы будем у тебя к шести, это быть. Если мы приедем к тебе к шести, да? Приедем, это уже делать, соответственно. Да, точно, понятно. Да. Хорошо. Вот таким вот образом вы сейчас ощутили, как можно мыслить в рамках русского языка уже на английском. То есть кто больше уже разобрался? Вот они все шестнадцать эти, в кавычках, шестнадцать времен. Вот они перед вами. Нет никаких шестнадцати времен. Есть три времени, прошлое, настоящее, будущее. Четыре шестнадцать, так и получается. Четыре цвета на четыре. Есть просто четыре области. Четыре области. Четыре области по четыре времени. Но здесь как-то ловко. Разобрались? Во всех временах английского языка. Вот, соответственно, представьте, что по окончании курса вы не только в рамках русского языка будете вот это все называть, но и, не задумываясь, по-английски все это будете говорить. То есть вам пришла мысль, вы ее раз уже знаете, в каком ките сказать, да? В каком цвете, быть это или делать, там, и так далее. Остальное набор слов. Да, все остальное – это набор слов. Вот как раз то, с чего мы начали словарь, это, ну, можно сказать, мясо, да? Да, часто люди делают такую ошибку, набирают кучу слов, куча мяса, а скелета нет. Вы не знаете, что делать с этими словами, да? После проработки вашей устной речи по вот этой структуре, вы уже будете брать любое английское слово и будете знать, как его можно сказать, в какой структуре, видоизменить и так далее. То есть, соответственно, мы, задача курса – это взять минимальный запас слов, хотя с моим максимализмом это вряд ли получается, и все-таки я даю эти 150 глаголов, и слов там хватает, поверьте мне. Но все-таки минимальный запас слов и научиться работать с этим минимальным запасом слов, проработать его до совершенства, потому что, вот, представьте себе, если взять 20 глаголов английского языка и соединить с каждым местоимением, можно составить до 5000 разных вариаций предложений всего лишь с этими 20 глаголами. Вот, представьте себе, до 5000 структур. Соответственно, когда вы учитесь делать это с минимальным запасом, то уж, конечно, если вы узнаете какое-то новое слово, вы знаете уже, как его использовать, да? А не наоборот – нахапал кучу слов, научил, а как говорить и что с этим делать непонятно. Вот, поэтому здесь у нас идет такое гармоничное построение и скелета, и наращивание мяса, вот в этом плане развития этой устной речи. К слову про словарный запас, вот, есть частотные словари, я их уже даю после того, как курс пройден, частотные словари, там, первая тысяча слов, потом 2-3 тысячи слов. Это все очень легко делается, то есть наращивание словарного запаса, как я вам показал, это все можно быстро делать в плане запоминания слов. Так вот, чтобы преподавать в Западном университете, достаточно профессору владеть, внимание, 4-5 тысяч слов. 4-5 тысяч слов, если вы владеете этим арсеналом, вы можете уже преподавать в университете. Уровень школьника-американца – это где-то 10 тысяч слов. Вот, уровень американца, который закончил высшее учебное заведение, это порядка, там, 15-20 тысяч слов, чтобы вы понимали просто. Поэтому это уже, как бы, таким побочным бонусом можно быстро набрать. А главное – наработать, конечно, моторику речи. Моторику речи, чем мы и занимаемся на курсе. Как можно выйти на свободное владение английским языком, ну, или вообще любым другим навыком, да? Вот мне нравятся слова Брюса Ли, когда он сказал, что «я не боюсь того, кто знает тысячу приемов, но остерегаясь того, кто отработал один прием 10 тысяч раз». То есть, в исполнении такого человека этот прием становится машинальным, да? То есть, он, не задумываясь, может положить, соответственно, таким приемом. Соответственно, самое, что вы можете вспомнить из своей практики – это когда вы учились держать ложку в руке, она у вас часто падала, да? Там мама подбирала, вкладывала эту ложку обратно вам в руку, вот. И в какой-то момент это действие для вас стало таким машинальным, да? Вы перестали задумываться, как держать эту ложку. А когда-то, вот вспомните, просто отваливалась рука, когда заставляли там в первом классе писать много, да? В какой-то момент мышцы развились так, что вы могли целые лекции и конспекты записывать. То есть, вы доводили до автоматизма эти действия многократным повторением и выходили на свободное владение этим навыком. Вот. А так работают просто нейронные связи, что чем чаще вы повторяете какое-то действие, тем ярче становится сигнал, который проходит между синапсами. То есть, появляются эти крепкие нейронные связи, тем быстрее, чем чаще вы повторяете какое-то действие. И, в принципе, нету какого-то другого пути овладеть как-то легко, быстро, ну, хоть чем. Если я не говорю по-китайски, у меня отсутствуют, соответственно, нейронные сети в связи с этим языком. Вот. Если я начну говорить, повторять какие-то слова, у меня начнут появляться нейронные связи с этим языком. Поэтому мы используем на курсе 4 Кита Плюс именно этот принцип и стараемся максимально увеличить вашу устную речь, вот эти вот проработки многократные речевые. Ну, потому что просто человечество другого, ничего нового не придумало. Было бы здорово, конечно, вставить там в голову флешку и скачать весь английский так, чтобы там, ну, как в фильме «Матрица», да, раз и умеешь управлять вертолетом там или там еще чем-то, да. Наверное, до этого дойдут когда-нибудь люди, но пока что ничего нового человечество не изобрело. То есть, кроме как через многократное повторение, там, будь вы хотите стать ювелиром или поваром, или там художником, все идет через многократное повторение. И, соответственно, какие варианты есть с английским языком? Ну, вы можете, например, лет 10 по курсовым книгам заниматься, кое-как домучить этот язык, да, уровня там какого-то разговорного, да. Можно лет 6 смотреть скрупулезно фильмы западные, слушать песни. Это то, как я обладевал языком, там, вчитываться в каждую строку, разбирать. Это очень нудное дело. Ну, тоже вариант. Можно лет 5 прожить в англоязычной стране при условии, что вы каждый день общаетесь с носителями? Потому что у меня есть на курсе, но немало таких людей, в особенности это женщины, которые живут уже там лет 10, а то и больше в той же Америке. И они, представьте себе, никак не владеют языком. Почему? Потому что, несмотря на столько лет их жизни в этой стране, они были заняты домом, ну, муж зарабатывал, они следили за детьми. Соответственно, в социум не выходили, никак не общались. И, ну, как говорится, годы вам не прибавляют мудрости, да. Мудрость надо извлекать. Так же и здесь. Нужно говорить на этом языке. Поэтому не факт, что вы, проживя 5 лет, еще там заговорите. Вот. А можно ускорить этот процесс искусственно. Искусственно. То есть не дожидаться 5 лет, пока вам одна и та же ситуация попадется в жизни, в которой кто-то для вас произнесет много раз одно и то же слово, или вы его произнесете много раз в этих ситуациях. Да, не дожидаться. А создать для себя искусственный контекст, окружение, в которых вы сами возьмете и 10-20 раз, если надо, и 50 раз повторите это слово, но оно засядет к вам уже железобетонно. Соответственно, то, что позволяет курс 4 кита плюс. То есть только устная практика. Только устная практика. 48 занятий – это в среднем требуется 48 часов, которые растягиваются на 4-6 месяцев. Сейчас все-таки 6 месяцев, потому что у нас активная такая деятельность образовательная, когда мы в разъездах, делаем какие-то перерывы, и все-таки где-то 6 месяцев требуется, чтобы пройти курс с учетом этих перерывов. Ну и, соответственно, где-то до 55 часов. Так вот если... То есть 48 в среднем. У меня была лишь одна ученица, которая закончила за 42 часа курс. Это самый феноменальный в моей практике случай. Потому что за 42 – это нереально закончить. Потому что там настолько интенсивные проработки речевые. Но у нее, надо сказать, был... Ну не было, а есть в ее психоматрице 5 девяток. 5 девяток в ее психоматрице. А? 6 месяцев – это максимум. 42 часа. 48 – 55 где-то. 55 лучше брать. Если вы с нуля, то 55. Если у вас не 5 девяток, то тем более. Это девочка, которая за 42 часа сводила. Какой промежуток у меня у нас? В какой промежуток? За 42 часа. За 42 занятия. То есть в неделю сколько занятий? В неделю. Смотрите, в неделю может быть 2 занятия, в неделю может быть 3 занятия. Но я всегда занимаюсь так, чтобы в неделю было 3 часа. То есть, соответственно, это либо 3 занятия, либо 2 занятия по полтора часа. Потому что меньше часов не имеет смысла. То есть не сохраняется тогда интенсивность. А не по скайпу же как-то? По скайпу, да. Сейчас я веду в основном по скайпу занятия. Но это практически индивидуальные? Это либо индивидуальные занятия, либо мини-группа до 3 человек. Не больше. Чтобы все успели сказать. Да, больше 3 человек я в мини-группу не беру, потому что размывается уже результат и нет смысла. Соответственно, есть 2 вот таких вот варианта. В принципе, каждое занятие, что можно здесь дополнить? По курсу 4 кита плюс 90% ресурсов времени уделяется именно устной практике. Почему 90%? Потому что остальные 10 мы делаем перерывы. Потому что невозможно же целый час для вас говорить, да? И мы делаем перерывы, но перерывы лишь для того, чтобы вы сделали задание на слуховой навык, чтобы развить слух свой. Слушаем какие-то слуховые задания. Значит, все занятие записывается сейчас в видео с захватом. Вот все, что у меня происходит на экране компьютера, да? То есть ваше лицо в скайпе, все, что я показываю на экране, вот все звуки, все это записывается студийным микрофоном в очень такой качественной записи. И каждое занятие вам высылается, это видеозапись, для того, чтобы вы могли любой момент еще раз проработать, прослушать. Таким вот образом. Произношение ставится буквально за 2-3 занятия. Там британское, американское, это уже как вы сами пожелаете. Это вы ставите? Я ставлю, да. Ну как, я совместно с произношением, конечно, британцев, американцев на аудиозаписях каких-то. Вот. Это все легко делается. Грамматику, опять же, вот нудную какую-то грамматику мы не пилим. То есть она идет параллельно с устной практикой у нас, такой интересной. Ну, про словарный запас я вот сказал, в принципе, все. Что я еще хочу дополнить здесь? Так как вы все-таки не имеете представления, что входит в этот курс, да? Так вот вам, чтобы образно показать аналогию в сравнении, представьте, что овладеть английской устной речью – это конечная точка B, да, в которую нам надо переместиться. Соответственно, мы можем туда отправиться пешком, достаточно долго идти, можем на велосипеде побыстрее, можем на коне еще быстрее поскакать. То есть это есть суть того, какие варианты вы можете использовать в плане своего обучения. Там курсовые книги, там фильмы, еще какие-то варианты. Вот можно поехать на машине до точки B, да, можно на скоростном поезде, можно на самолете еще быстрее туда долететь. Три времени вам надо машину сделать уже. Ну да, возможно. Так вот, курс 4 кита плюс, чтобы вы понимали, он вас переносит из точки A в точку B, как летающая тарелка. То есть за мгновение, за ноль времени, самым быстрым образом, который сегодня доступен на русскоязычном пространстве. Ну, я думаю, что, соответственно, недаром такой человек, как Радислав Гондопас, выбрал курс 4 кита плюс, чтобы значительно продвинуться в своей речи английской. Ну и многие люди другие, которых я не могу называть. Вот таким вот образом. Значит, в принципе, это то, что я вам хотел сегодня донести. Сколько у нас времени? Который час? Спасибо. Спасибо.